Использование региональными властями административного ресурса для доступа льготному финансированию достаточно типично для российского рынка. В качестве примера можно привести Банк Москвы и Банк Санкт-Петербург. Но в случае потери этого ресурса в связи со сменой региональной власти возникают риски для этого банка. Банк Москвы попал в затруднительную ситуацию после смены московского градоначальника. А ситуация с Банком Санкт-Петербург остается неясной в связи с переводом Матвиенко в Москву. Поэтому инициатива Сбербанка по созданию головных отделений банка выглядит вполне логичной. Сейчас местным чиновникам будет труднее получать доступ к кредитам Сбербанка. Политическая реформа, вне всякого сомнения, подкорректирует отношения между центром и регионами. Потому что те субъекты федерации, которые являются донорами, они уже аккуратно высказывают свое мнение по поводу того, что они кормят центр. Если не будет от центральной власти каких-то жестких ограничений, вот такому «свободомыслию», понятно, в кавычках, то мы перейдем к тому, что было в 90-е годы, когда Россия чуть ли не развалилась на лоскотные отделы, когда была тема о том, что необходимо создать Далевосточную республику, Уральскую республику. То, что у нас продолжает иногда встречаться отделение Невского края, как самодостаточного региона. Многие структуры, которые находятся в регионах, они имеют непосредственно отношение и подчинение к центру. Это, понятно, структура правоохранительных органов МВД, ну и нынешняя полиция. Это прокуратура, это органы счетной палаты, это те банки, которые имеют, естественно, федеральное подчинение, те, кто питает ресурсами. Это предприятия, которые не подчиняются зачастую субъектам федерации, а подчиняются либо из других субъектов зарегистрированы, либо подчиняются непосредственно Москве. Поэтому, несмотря на, казалось бы, возросшую свободу, возросшую степень, такую относительную степень самостоятельного принятия решений, у центра достаточно и огромное количество других рычагов влияния.